Немного с опозданием, но я все же хочу рассказать вам про то, что было на The Game Awards. Про номинации много говорить не буду, вы и так уже наверное все знаете. Игру года получил второй Last of Us, с чем я немного не согласна. Я лично почти на 100% была уверена, что это будет какой-нибудь Animal Crossing, который просто взорвал индустрию и все до сих пор в него играют. А что такое Last of Us? Обычная сюжетная игра, в которую уже почти никто не играет. Даже Призрак Цусимы получился интереснее, в который до сих пор все играют, но с другими номинациями я согласна. Постановка, звуки, музыка, графон были очень крутыми. А вот обычные геймеры дали первое место именно Призраку. И вот с ними я полностью согласна. Быть честной я сама проголосовала за него. Ну а теперь переходим к анонсам. Потому что показали много трейлеров и многие очень крутые и о них хочется рассказать. Самым главным анонсом, я думаю, было продолжение Mass Effect. И это продолжение оригинальной трилогии, а не Андромеды. Для всех фанатов это была просто отличная новость. Мало кому понравилась Андромеда. Хотя я слышала, что спустя время ее доделали и она уже не такая ужасная как была на старте. А что касается трейлера, то пока понятно, что это будет прямое продолжение. Нам даже показали знакомого персонажа. Показали какой-то корабль и часть брони. Короче пока ничего не понятно, но очень интересно. Вторая игра которую предоставили Байвера и у которой тоже крутой трейлер и которую тоже очень ждут все фанаты. Продолжение Dragon Age Inquisition. Пока точного названия не сказали и очень возможно, что она будет называться просто Dragon Age. Показали много красивых локаций, замки, огонь, какого-то чувака возле разрисованной скалы и лысого эльфа. Судя по всему это будет такая же крутая игра как и прошлая часть и все будут очень рады. А у меня к вам вопрос, стоит ли пройти хотя бы Инквизицию до выхода или это не особо нужно? Как считаете? Совершенно неожиданно показали трейлер выживалки Арк 2. Вам все так же нужно будет выживать, крафтить оружие, строить дома и сражаться с динозаврами. Ну а теперь случай графика тенями и всем этим нексгеном. И неожиданно Вином Дизелем. Мне кажется это будет самое главное отличие, кто играет в первую часть наверное счастливы и уже собрались покупать игру. Ну а мы идем дальше. Вот что неожиданно так это то, что показали игру по зловещим мертвецам. Не было никаких слухов, ничего и тут раз и появился анонс. Графика выглядит неплохо, есть все знакомые персонажи из абсолютно всех фильмов и сериала, короче должно быть что-то крутое и судя по всему это будет кооперативная игра наподобие Left 4 Dead. Кроме того очень похожую игру делают те же разработчики Left 4 Dead. Она играется так же и суть ее такая же, опять будут зомби. Только называется она почему-то Back 4 Blood, может им просто не разрешили использовать старое название, а может еще что-то, но по сути это третья часть Left 4 Dead. Еще из ужастиков показали шутер Evil West и хоть по тизеру не понятно какой в итоге будет игра, точно можно сказать что разработчики собираются сделать очень быстрый миссистый шутер про ковбоя с разными примочками, который будет в одиночку отвоевывать Дикий Запад у диких чертей, демонов, вампиров, драконов и другой нечисти. Это может получиться что-то очень, очень крутое, возможно даже в стиле последних Doom. Еще показали геймплейный трейлер такого же быстрого и веселого шутера против разных чертей Вархаммер 40 000 Dark Tide. В нем нужно будет отстреливать всяких космических пришельцев в темных узких комнатах и коридорах. Должно быть очень весело, особенно если играть в кооперативе, который тут кстати будет. Еще показали как будет выглядеть и играться Endless Dungeon. Это будет изометрический шутер про защитников. Как и в других таких играх нужно будет выбирать своего персонажа из нескольких классов и постепенно защищать разные подземелья. Ну в названии так и говорится. Только вот эти подземелья будут больше напоминать тайные технические бункеры или огромные космические корабли, в которых что-то пошло не так. Если играли в Дьябло и не можете дождаться новую часть можно ждать эту игру. Нуу, только если не против того, что вместо магии меча тут огнестрелы. Как бы. Sony также показала часть своих проектов. Одним из них стало милая спокойная адвенчура про паренька, который ездит по миру и собирает разные предметы, записывает звуки на память и общается с разными людьми. Все это он делает потому что с землей скоро должно что-то случиться и ему хочется какой-то памяти о ней. Видимо все человечество из-за катаклизма вынуждено покинуть землю. Думаю для расслабления и отдыха это будет идеальная игра. Ну и вторая игра которую показала Сони это Returnal. Судя по всему это будет психологический ужастик со стрельбой. Визуально игра похожа на Death Stranding и чуть-чуть на Ниро Автомата. А вот по задумке мне кажется будет немного похожа на Эвил Визин. Вообще игра выглядит очень интересно и я бы сильно хотела в нее поиграть. Хорошо что она выходит уже в марте и осталось немного времени. Только дайте больше деталей. О чем будет эта игра? Ниже интересно. Еще одним крутым шутером должна стать ремейк Perfect Dark. Пока показали только тизер и не сказали ни слова каким будет геймплей и о чем будет игра. Но точно понятно что это шутер от первого лица. По тизеру видно что должна случиться какая-то катастрофа и весь мир погрузится в хаос. А нам придется возвращать его к нормальной жизни. Дату тоже не сказали. Так что ждать наверное придется долго. Но точно понятно что на релизе игра сразу же попадет в геймпасс. Ну и наверное самым обсуждаемым в интернете ужастиком был Калисто протокол от создателей Dead Space. По словам разработчиков это должна быть самая страшная игра которую только создавали за всю историю игр. Надеюсь они не обманывают будет интересно на это посмотреть. Хотя если она реально стремная то я не смогу ее пройти. Это будет неприятно. Но вот все фанаты Dead Space и космических ужастиков прям сильно радуются. Надеюсь игра точно получится страшной и крутой или страшно крутой и интересной. Ну и напоследок я просто обязана вам рассказать про Crimson Desert. Вы не поверите, но это MMORPG и она выглядит просто потрясно. Я не представляю как, но у них получилось сделать такой графон, что даже киберпанку не снился. И это в онлайн игре просто пушка. И понятно что там толком не будет ни сюжета и играть у нее будут только любители жанра. Но из-за того что она так выглядит ее будут пробовать все. Хотя вполне возможно что это ММО сможет поменять жанр и кроме стандартных рейдов и гринда тут будет крутой сюжет, который не уступает обычному РПГ. Ну вот как то так, это были те игры которые меня заинтриговали. Кроме них были трейлеры ремастеров, расширенных изданий и всего того что мы уже видели или того что меня не заинтересовало. Ну а вдруг вам была интересна игра о которой я не сказала? Welcome! Просто напишите о ней в комментариях и я буду ждать. Пока!